Решение об участии российских легкоатлетов в летних Олимпийских играх в Бразилии будет принято в июне. Об этом сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Для положительного решения вопроса Россия должна убедить организацию в том, что в стране приняты все меры для улучшения антидопингового контроля. Вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что наступит момент, когда нужно будет сбивать российские самолеты, выполняющие опасные маневры рядом с самолетами американских ВВС. Так политик прокомментировал инцидент, когда российский Су-27 в небе над Балтийским морем выполнил опасный маневр рядом с американским самолетом, находясь всего в 30 метрах от него. В руководстве Еврокомиссии сомневаются, что соглашение о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между США и Евросоюзом будет в ближайшее время заключено. Об этом сообщают немецкие СМИ. Той же точки зрения придерживаются и в ведомстве внешней торговли Франции. Там считают, что условия, на которых Вашингтон хочет добиться заключения соглашения, невыгодны для Европы. В Турции принят закон об отмене визового режима для стран Шенгенской зоны. В документе указывается, что эта мера вступит в силу с момента отмены Евросоюзом виз для граждан Турции. Ожидается, что 4 мая Еврокомиссия рассмотрит отчет по итогам переговоров с Анкарой о визовой либерализации. В случае одобрения документа шенгенские визы для граждан Турции могут быть отменены к 30 июня. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 завершил очередной этап кругосветного полета. Он приземлился в Аризоне после 16-часового перелета из Калифорнии. Солнцелет начал путешествие в аэропорту Абудаби в марте прошлого года.